Всем здарова народ, продолжаем проходить народную солянку 2023 на движке ОГСР, это юбилейная тысячная серия, традицию знаете, завозим люк антропы. Ну и остановились мы на армейских складах, как собственно я думаю многие помнят, потому что чё, один день прошел. Наконец-то, наконец-то играя с комплюктера, просто кайф. Вышел патч, там в принципе ничего нового и интересного, там в основном чисто по стабильности поработали. Ну и интересного для нас, там вроде какие-то ребалансы небольшие есть, но во-первых они не уточнены, да, там просто было написано типа какие-то цены у каких-то предметов поменяли. Во-вторых, ну в целом реально ничего интересного, просто по мелочи, либо то, что нас не касается. Поэтому просто патч на стабильности, всё. Что мы будем сегодня делать? Многие говорят мне сходить к Якуту, он заговорит по поводу призрака, ну и собственно нужно двигать эту линию. Также, наверное, не знаю когда-либо, сегодня-либо завтра, я запущу наконец-таки уже стрим, давно их не было. По солянке, где мы чисто зафармим недостающие части тел мутантов для Акима и 8 копыт кабана. Всё, весь стрим будет вот таким. Кому интересно, приходите, там колокольчик ставьте, в телегу можете подписаться и так далее. Всё есть в описании. Так, ну а мы идём к Якуту. Здорово. Ну что Якут, есть инфа по призраку? Ну как тебе сказать? Кое-что нарыл, но он же говорят пропал в лаборатории Х-16. Может и пропал, да только некоторые думают иначе. Есть одно место. Может сходишь, посмотришь. Катагомбы под агропромом, знаешь? Так вот, предполагаю, что если он жив, то мог где-то там сохраниться. Подземелье агропрома, говоришь? Ну ладно, схожу. Хотя, если честно, не верится, что кто-то захочет прятаться в обители кровососов. Разве только сумасшедший или безбашенный? Вроде меня. Призрак же не тот, не другой. Так, подземелье агропрома. Интересно. Ну пойдём. Ну что ж, очередные подземелья агропрома. Давайте затестим наш винторез. Новенький. Сказали, это намного лучше, чем тот, что у меня был. В принципе, я с этим согласен. Он действительно выглядит прям бодро. Самое забавное, что прошлую серию я писал наперёд, и в комментариях под позапрошлой серии прям все писали про этот винторез. Типа, не боись, всё нормально. И я такой, да-да, ребят, я знаю. Но ещё сказали то, что гаусс-пушку нам выйдут потом. Без прицела, правда, но она тоже будет хороша. Блин, вот вроде, знаете, на ноутбуке тоже 144 Гц. И фпс, ну, почти всегда был на высоте, стабильный. Но вот на компе как-то прям так хорошо, ё-моё, я не знаю. Неописуемый кайф. Вот почему меня слепляет, вот что непонятно. Но это до сих пор загадка зоны, неразгаданная. Ну, наверное, нужно идти в наш тайник. Я не знаю просто, где ещё здесь в теории призрак может быть. Ну, блин, послал меня, брат Якут. Ага, тут где-то контрики. А где? Ой-ой, тихо-тихо. Это зомби. Это нам не очень интересно. Стреляй! Блин! Гад развернул меня. Если бы не обоссал экран, я бы вообще рассердился. Как же он не вовремя мне камеру повернул, да? Когда я уже к нему подошёл. Так, новое задание найти призрака. Чё там вообще произошло? Я не понял. Я подошёл, появился контролёр. Так, найти призрака, хорошо. Кажется, заканчиваются поиски моего друга. Это странное сообщение по СМС от неизвестного правителя, в котором говорится о мёртвом лесе на радаре. Думаю, призрака надо искать там. Чё за сообщение? Ну, блин, послал меня брат Якута. Правитель неизвестен. Стрелок. Не надо искать призраков там, где их нет. Мёртвый лес на радаре. Остальные подробности при встрече. Ну, радар так радар. Сейчас, блин, на склады через телепорт полетим. А там и на радар. Я на радаре. Впереди военные. Всё как обычно. Вырубаем их потихоньку. Так, ещё двое. Серия сегодня юбилейная. Настроение у меня неплохое. Поэтому... Я позаписываю чуть подольше. Ну, а выйдет ли из этого более длинная серия, чем обычная, не знаю, посмотрим. Никогда не знаешь, как на домотаже получится. С военными разобрались. Блин, 30 патронов в магазине. Это просто топ. Я не знаю, можно стрелять. Сколько угодно. Но Мёртвый лес у нас благо рядом. Далеко бежать не нужно. Так, в аномалии бы всякие не попасться. Или вот эти вот жгучие пухи. Ой, ужас там. Кого-то разорвало. Так, где конкретно? Вот в чём вопрос. Там какая-то херня бегала впереди. Или мне показалось? Это медведь? Это медведь, походу. Но мне медведь не интересен. Лапа у меня, если что, для Акима есть. Так что ты мне нафиг не нужен. Ну к вертолёту пойдём. Может здесь? Нет, здесь разве что кровосос бегает. Чё за ящик? Не знаю, просто ящик тут валяется смешной. А может у меня метка на карте есть? А я идиот? Да нет, у меня никакой метки. Я кажется, кстати, вспоминаю. Подожди. Тут же какое-то убежище в скале будет. Или это я с каким-то другим модом путаю. Или может с другой локацией. Такое ощущение будет вот, где-то около скала нужно тереться. Ооо, в аномалию сынки нападают они. Блин, чувствую себя дураком. Какие-то скалы придумал. Но я реально какую-то херни навыдумывал. Вот у нас тут есть кастрик. Помните, тут ещё мастер стоит, чучело. И вот рядом с ним призрак. Ты или это призрак? Да уж, здорово ты всю зону обманул. Стрелок, мать честная. Когда ты пропал, я не поверил, что ты погиб. Столько вместе пережить? Ты же всегда был самым лучшим среди нас. Да и чутьё, знаешь, не верил, и всё тут. Мля, как я рад тебя видеть. Вопросов накопилось немало, но тут не очень спокойно. Так что расскажи хоть вкратце. Как же тебе удалось выбраться из лаборатории? Да, меня тут встречали очень дружно. Да и награпроме явно кто-то ждал. Кому ты насолил? Знаешь, сам рассказчик из меня плохой, но да ладно. В общем, втроём мы пошли в лабу. Я, Васильев, ну и отмычка. Я сам точно не знал, получится у нас отключить выжигатель или нет. Да и шёл я туда, чтобы обмануть моих преследователей. Ты, наверное, уже в курсе про мою отмычку? Есть грех на душе. До сих пор жалко парня, но иначе поступить я не мог. Не верил, что ты мёртв. Не было места в зоне, где бы я чувствовал себя в безопасности. Зато после трюка с трупами, наконец-то смог заняться твоими поисками. Через некоторых своих людей я узнал, что ты жив. Ты, наверное, знаешь, что есть такая группировка мстителей. Ну так вот, никакие они не мстители, а обычные наёмники. Убивают, кого им закажут. Однако и тут есть загадка. Поговариваю, что руководят такими группами убийц люди из клана Последний День. Ты в курсе, что по молодости лет я ошлёпнул бывшего их главаря? По непроверенным данным, клан сколотился вновь, и теперь понятно, почему они хотят меня уничтожить. А от них хрен спрячешься, с ними ни одна группировка не хочет иметь дела, ибо боятся их. И даже монолитовцы стараются обходить стороной. В общем, узнал я, кто у них за начальника. Бивень. Если его ликвидировать, то, возможно, на время меня оставят в покое. Мои ребята на днях доложили мне, что этот бивень и его правая рука косой расположились на болотах. Есть там хуторок на окраине. По-видимому, хотят устроить там что-то типа базы. Вот только бивень за периметр собрался и ищет возможность добраться до вояк на кордоне. Отряд разведки сейчас следит за хутором, но чтобы пойти на штурм, им сил не хватит. Может, ты возьмёшься помочь? Да, важно не только убить бивня с косым, но и флешку найти со списком всех жертв. Наверняка и мы в нём. Примерное местонахождение наших людей скину тебе в ПДА. Если вдруг что-то пойдёт не по плану и бивня на хуторе не будет, то подонок, вероятно, проскочил нашу блокаду. Я перестрахуюсь и отправлю в деревню новичков на кордон группу проверенных бойцов. Если бивень у вояка, они помогут до него добраться. Призрак. Твоя война, моя война. Твой враг, мой враг. Так что я готов надрать кое-кому кое-что. Я уже видел людей из клана последний день, так что это не сказки. Встретиться с группой призрака на болотах. Задание выполнено найти призрака. Ну и двигается у нас потихонечку сюжет. Чтобы вот эти все квесты двинуть, тоже нужно двинуть сюжет. Конечно, хотелось бы избавиться от сайт-квестов вообще всех, да. И чисто по сюжету идти. Но, к сожалению, тут так не получается, видите. Тут по-любому потом ещё нужно будет отвлекаться на сайт-квесты. Поэтому терпим. Так, чё, вот она эта группа. Кто здесь? Сыч и группа призрака. Ну погнали. Сыч. Появилась тут недавно одна группировка. Мстители называется. Непонятно, что за клан, какие цели. Чё, серьёзно, чел? Ладно, привет, все в сборе. Здорово, Меченый. Их-то много, они настоящие звери. Боюсь, это мой последний бой. Чувствую я это. А меня призрак научил прислушиваться к своим чувствам. Хорошая интуиция, брат. В зоне лучше всякого детектора. Вот понимаю, что не надо мне идти туда. Но не могу отказать призраку. Он жизнь мне три раза спасал. По-видимому, пришло время рассчитываться. Сыч, откуда такие мысли? Ничего, прорвёмся, братишка. Выдвигаемся потихоньку. Поговорим после боя. Так, ну его надо, наверное, засейвить. На остальных... Ну и взрывы. Жесть. Считаю, по ощущениям, вообще никого не убил, конечно. А, а, тихо. Мне закинули дымовуху. Ладно. Дымовуха, это не страшно. Тем более в моих руках. Немовейшая пушка. Так что мне вообще пофиг на всё и на всех. Жа! Подожди. На. Куда побежал? Капец, я косой, да? В такие моменты, казалось бы, глупые. Ну а чё они разбежались внезапно? Я вообще такого не ожидал. Так, вот здесь кого-то видел? Ага. Прозрачная гадина. К сожалению, ваши призрачные плащи вас не спасают. Куда побежал? Блин. Ловите его, ребята. Всё, вроде всех убили, не знаю. По крайней мере, мне так кажется. Так, ну обыскиваем всех, потому что надо. Там кому-то помощь требуется. Надеюсь, вы сами друг другу поможете. Я немного занят. Косой. Так, у него флешка бивня. Флешка бивня со списком людей, которых заказали. Стрелок первый в списке. Кто бы мог подумать. Прощайте, братцы. Отвоева. Пишет Сыч. В смысле, отвоева? Это он помощи просил? Эй, не, это ненормальная фигня. Какого чёрта, блин? Во-первых, почему ему никто не помог? Во-вторых, почему именно он раненым оказался? Так, я ещё не всех убил на этом сейве. Всё. Не, это не он раненый, слышь. Держи аптечку. Подожди. Надо кое-что проверить. Вот он живой. Здоровый. Всё хорошо. На кого за агрены, ребятки? У меня просто закралось ощущение, что он по скрипту умирает. Поэтому я вот сейчас рядом с ним вообще трусь, чтобы проверить, так ли это на самом деле. Потому что если это так, то это пипец. А кто? Ещё кто-то жив всё-таки. Один человек имеется. А, вот. Вот, смотрите, я убиваю последнего. И иду сразу к мужичку. Привет. Как дела? Вот и всё. Дышим глубже. Дышим глубже, говорит. Так, ну вот он живой. Или, наверное, когда я флешку подберу, тогда он отвоюется, типа, да? Ну, я обязан подбирать, потому что ребята идут лутать. А это ненормально, то, что они идут лутать. Вот я подобрал. Где он? Он умер. Ну да, он, походу, умирает просто по скрипту. Ну, блин. Вы же видели, он только что был в безопасности, и всё нормально было. Флешка сыча на нейнфа с хроневых с 10. Да уж. Найти записку сыча. Но это ещё и линия квестов. То есть смерть запланированная, поэтому, если что, меня не пинать. За то, что я там кого-то не засейвил. Так, а чё, всё? Больше тут никого такого именитого нету? Печально. Опа, подожди. Не всех убили, бро. Ты целую осаду вашего лагеря проспал. Ладно, чё у нас по заданиям? Найти записку сыча. Флешку я нашёл. Группа призрака. Отметка здесь. Так, это в х10. Ну, получается, на кордон идём. Ну, вот она, группа призрака. Так, с кем мне говорит с тобой? Женька Снаркевич. Здорово, мужики, мне призрак послал. Как обстановка? Да всё путём, правда, охраны многовато. Но думаю, справимся. Ну, хорош курить. Выдвигаемся. Да по сторонам, смотрите. Что-то мне не по себе как-то. Уже больно спокойно. Мы чё, на военных идём? Нифига, они просто патруль во... Ёпта, мохнатка. Это чё произошло такое? Просто в новичка выстрелили. Бля, это шустрый. Но он, конечно, уже не нужен, но это всё равно обидно. Кто это сделал? А главное, за что? Зачем? Бомбардировка деревни идёт полнейшая. С ума сошли, ребятки? Тут мстители опять эти дурацкие. Твичу надо. Да кто бомбардирует? Я вообще не понимаю. Кто? Откуда? Собачку резану сейчас. Или чё? Умри. Повреждённая тушка. Анлак. Кого ещё убили? Вроде никого. Серых точек не вижу. Но это трындец, ребятки. Но отгружаться я, наверное, не буду. Но смысл? Типа, ну... Даю вам лишний повод выпить за шустрого. Он погиб смело. Взорвался просто. Непонятно от чего. Так, да, мы идём на... Ой-ёй, там же БТР. Чё с БТРом-то делать? Хотя, подожди, у меня есть кое-что против БТРа. Не зря я всё-таки не выложил грозу. Которой я уже достаточно попользовался. Берём гранатки сюда. И просто делаем вещи. Ой, подожди. Перелетело. Самый раз. Ну и всё, сидим, бомбим БТР. Изи, изи. Ой, бля. А вот вертолёт я не предвидел. А его вообще реально сбить? Наверное. Но я чё-то просто не знаю, чем мне сбивать. Ребят, ну чё вы за вертушку-то сразу? Сами виноваты. Чё вы там какого-то бивня прикрываете? Мы не хотели так-то воевать с вами. Ой-ой-ой. Блин. Не дождался я вертолёта, вступил в бой. И он в итоге как раз во время боя прилетел. Я не знаю, в теории, конечно, если он прямо надо мной будет кружить, я смогу попасть с под ствола. Но эта авантюра мега сомнительная. Я вообще не знаю, нужно ли сбивать вертолёт. Ну, наверное, да. А чё, а как ещё штурмовать-то по-другому? Так что ждём, пока он долетит к нам. Можно кого-нибудь шлёпнуть. Сейф. Привет. Пока. А как... Что мне делать? Как в него доджить? Под него бежать? Сука, ну такие умные. Сами сбейте вертолёт, блин. Блокпол штурмовать тоже мне. Вот это, конечно, идея. Но это какой-то трэш. Что происходит? Ладно, я отгружусь. Так уж и быть вообще на самое начало, чтобы прочитать описание задания. Может, мы что-то не так делаем? Потому что я это задание вообще не помню. Как оно проходится? Зачем? Почему? Он с подствола кому-то прилетело, но в этот раз уже всё нормально. Придётся штурмовать блокпост-вояк. Ну? А чё нам против вертика-то делать? Не подумали, не? Ну ладно, в этот раз тебя у нас шустрый будет жить. Шустрый будет нашим талисманом. Кого-то опять взорвали. Сука, кого? Ну не говорите, что шустрого. Макс лёд, Гоша громила, Ваня узел. Пофиг. Санёк вавка. Пофиг. А, вот это уже не пофиг. Блин, я не тот сейф грузанул, да? А, нет, тот всё нормально. Да идите в жопу со своими подстволами. У каждого подствольник. Давайте вы все будете чисто с подстволами воевать. Всё, у меня снова горит от подствольников. Ну блин, чё за вообще всратая фигня. С своими подстволами дурацкими. И вертолётом ещё. Вот чё с вертолётом делать, я не знаю. Я с галаспушки в него шил. В прошлый раз ему пофиг было. Чё тут за суета? Кого тут подорвали? Ну тут много кого подорвали. Ну вроде ноунеймов в чате фиксировалось, по крайней мере. А неужто, блин... А, ну у нас тут в спине челы были. Я понял, в чём суть. Ясненько. Опять прилёт. И убежал. Просто у каждого бомжа есть подствольник. Вот это интересная война. Ай, перезарядочка. Гранату? Можно без гранат. Ребятки, вы чего? О, сука, как больно. Ага, ещё одну гранату сразу вдогонку. Как мне не нравится эта вообще перестрелка. И то, что сейчас происходит в игре. Просто какая-то всратая война за холмами, за кустами. Какие-то гранаты летят, под стволы летят. Что мне делать? Я не понимаю. Крашу военных, а то, как прилетит вертолёт, всех порешает. Короче, сомнительное задание. А, это дружественная граната была, да? Понял. Добить дурачка. Добили. Где там суперсильная группа призрака? Чё-то её не видно. Я один здесь воюю, по ощущениям. Ладно, большие магазины заряжаем. Ну и поменьше тоже можно зарядить. Работаем дальше. Просто в одиночку здесь воюю. Собственно, ничего нового. На кого вы заграны? Вопрос. Они все влево смотрят. Ой, вы, наверное, слышите это, да? Эх, придётся мне без вентилятора играть. Потому что его слышно. Ну, по крайней мере, на звуковой дорожке. Так. Не знаю, как в действительности. Так. А чё ты здесь делаешь, другалёк? Ты должен был агпост идти штурмовать. Чё происходит? Ладно, делаем то же самое. Снаряжаемся под стволами. Из грозы пытаемся убрать БТР, потому что мне БТР не даст пройти дальше. Не попадаю. Надо чуть пониже взять. Готов. И сразу после этого появляется вертолёт. Чё делать? Чё делать? Чё делать? Где он? Ребят, давайте вы в него под стволами зарядите, а? Вы же такие умные. Под стволами пуляйтесь. Так, давайте вы запульнёте тогда, когда это действительно нужно. А не в полтора землекопа. В кого ты стреляешь? Там никого нету. Так, ну я жду вертолётик. Не попал. Мансуем! Да не, это нереально просто. Ракета наносит урон по большой площади. Замедляет. Как противостоять? Противостоять. Можно спрятаться за жопой Сидоровича, как вариант. Главное, чтобы в деревне никто не умер. По сути, бункер далековато от деревни. Ракеты не должны достать. Вот спрячусь здесь. Хабар принёс. Какой хабар, братишка? На сейчас бомбить будут. Готовься. Чтобы он кружился надо мной наверху. И я вышел и просто ему в пузо накидал подствольный гранат. Но он бомбанул, но вроде никого не задело. Можно выйти. Блин, просто пулька и меня какой-то рандомный убил. Не попал. Ой-ой-ой, бомбёжка, бомбёжка. Прячемся. А теперь выходим и в пузо ему накидываем. Я в вафле, короче, вообще попасть не могу. Ладно, ждём следующего момента. Возможно, даже сейчас. Нет, не сейчас, подожди. Ну чё, когда там не попал? А как попасть? Я ни одной ракетой пока ещё не попал. Ну, гранатой точнее. Да куда летит-то? Как по тебе попасть, гадина? Даже и вверх стреляю, просто не долетает как будто. Но это я, конечно, кринжанул. Ну, это недолёт. Ой, я не знаю. Ну, по ощущениям, будто выше надо брать над вертолётом, а не ровно в него. Ровно в него оно как будто не долетает просто. По высоте именно. Хотя, когда я ему в пузо стреляю, всё должно долетать. Ну чё-то какие-то анлаки. Вот сейчас, чё не так-то? Ну-ка, вот так вот возьмём. Ну и... Ебать, ну просто унижен. Так, главное в эти тентакли не попасть. Просто обоссан этот ваш вертолёт. Наконец-то, теперь мне ничто не будет мешать. Не обращайте внимания на звуки. Стиральная машина так финальные свои приколы мутит. Короче, всё. Вертолёт больше не помеха. Отлично. Наконец-то можем спокойно штурмовать военный блокпост. Привет. Дружище, вертолёт вас больше не защитит. И БТР тоже. Сволочи, в могилу. Не в ту сторону воюешь, имбецил. А против кого вы там воюете, вопрос. Я не совсем понимаю, с кем это они. Ребят, ваша главная угроза, ваша главная опасность, она немножечко в другой стороне. Она у вас в тузе, если бы точнее. А, там наш. Он бессмертный, кстати, походу. Это, видимо, глава отряда. Там ещё один. Блин, блин, тихо. За деревом стоим, пердим. Так, считывая, что мне ничего не угрожает, я пока что переключусь на подствольные гранаты. Слушайте, у меня не так уж и много попыток будет сбить его. Поэтому троим аккуратно. Ага, перелетело. Берём ниже. Египетская сила. По-другому это не прокомментировать. Да, блядь, куда оно летит вообще? Я не понимаю. О, вот так нормально. Продолжаем. Сука. Я не понимаю, но я же ровно в ту же точку стреляю. Ну, как? Сначала оно попало, а потом не попало. Да я ненавижу всё это дело. Я не знаю просто. Ладно, надо подойти поближе, чё я туплю. В самом деле. Так, не стреляйте, не мешайте. Раз. Два. Всё. Порешали. Сейчас я достану винторез и порешаю уже вас. Кстати, по ходу того зелёного человека, который был, всё-таки убили. Я думал, он бессмертный. Раз уж он тут так зашёл, затанковал. Всё, теперь просто раскидываем. Солдатика. Не тех ребят вы покрывать решили. Вот понимаете, из-за этого ушлёпка в плаще. Ладно, из-за пары ушлёпков. Полёг весь ваш блокпост. Это того стоило. Вот жирный ушлёпок в плаще. Ладно, поправочка. Вот скажите, это того стоило? Он лёг просто так же, как и вы все. За одну тычку. Но при этом вы потеряли два БТРа, вертолёт, кучу солдат. И вот скажите, это стоило тех денег, которые он вам заплатил, чтобы сидеть здесь? Я так не думаю, ребятки. А чё, кто ещё? Где-то ещё кто-то есть, но я не могу найти их. Капитан Казаков и сержант Мухаммедов. Вы где? Может, они раненые? Ну ладно, меня это не очень интересует. Ну ты сам на свою смерть прибежал, братишка. Я тебя не приглашал. Ах ты чёрт. Ты типа камбэкнуть пытаешься, да? Но, извини, вам тут уже ничего не поможет. Где ещё один? Куда капитан убежал? В казарму? Нет. Не знаю, ладно, хрен с ним. Пусть живёт. Так, ну чё, гнида? Документы Бивня. Документы со списком людей, с которыми общался Бивень. Правда, всё зашифровано, так что призраку придётся попотеть, прежде чем он сможет его прочесть. Понятно. Принести документы Бивня призраку. А где у нас призрак? Да, в той же точке. У меня есть артефакты какие-нибудь авантюрные? Имеются. Я бы телепортатором воспользовался. Радар. А куда мне лучше? А давай вот сюда, в обычный переход. Но что, призрак, дело сделано, нет больше Бивня. Вот список заказчиков. Да, стрелок, ты всегда был лучшим. Теперь на некоторое время последний день меня оставят в покое. За флешку тебе большое спасибо. В нынешней обстановке тебе хороший ствол не помешает. Вот, возьми Гаус. Это мой трофей. Раздобыл пару таких, когда угробил лидера последнего дня и его телохранителя. Это просто супер пушка. Скорострельность увеличена в несколько раз и ёмкость кассеты увеличена вдвое. Кстати, возьми немного патронов хороших, пригодятся. Есть у меня ещё пара дел, но я пока не могу ими заняться. Поможешь? А я пока займусь проверкой. В трупе монолитовца нашёл ПДА с интересной информацией. Оказывается, есть тайный ход с ЧС-2 в саркофаге обратно. Думаю, нам такое может пригодиться. Призрак, я тебе уже говорил. Твоя война, моя война. Что надо сделать? Я так и думал, что ты не откажешься. Первое дело такое. Ходят слухи, что на ЧС-2 есть место, где рождается достаточно редкий артефакт. Называется он Золотой Ломоть. Найти его можно только там. И эти арты нам очень пригодятся в дальнейших походах. Хотя бы пару штук. Но надо добыть. Золотой Ломоть, говоришь? Поищу. А что ещё? Другое дело, пожалуй, будет сложнее. Слышал историю про одного монолитовца, нет? Так вот, был один монолитовец, из учёных вроде, который вместо того, чтобы молиться монолиту, часами вёл дневники. Да не простые. В них довольно много ценной информации по ЧС, и что главное, по монолиту. Будто бы у него даже гипотеза была, что сей камень неземного происхождения. Но после того, как ты выжигатель отключил, на ЧС-2 высадился десант-вояк при поддержке с воздуха. Но те из монолитовцев, кто поумней, вещички какие есть собрали, да тайными тропами ушли. Наш герой тоже двинул. Но вот что-то у него по дороге произошло такое, что свои дневники он разделил на три части. Положил каждую в отдельный рюкзак и спрятал. Мои люди нашли его, да потрясли как следует. В общем, раскололся он. Я давно хотел заполучить эти его рукописи. Мне про них ещё мой человек из монолиты рассказывал. Понимаешь, о чём буду просить? Да, надо сходить и найти эти дневники. Как я и сказал, их должно быть три штуки. Скину тебе на ПД примерно описание мест. Сделаешь? Ё-моё, призрак, с тобой не соскучишься. Ладно, я в путь. Буду пробираться на ЧС-2. До встречи. А не вот это вот всё. Вот такая гаусска. То есть это уже не гаусс-пушка, а гаусс-автомат. С таким вот интересным прицелом. Ну слушайте, тоже неплохо. Окей, мне это нравится. У нас винторез будет на дальние дистанции, а гаусс-автомат тут как раз-таки на средние. Ну в принципе я гаусс-пушку так и использовал. Я экзоскелетчиков кромсал, а экзоскелетчики обычно они в упоре. Вот, поэтому такие дела. Чё, у меня уже броник так сильно покоцался? Чё это такое? 94,9. Блин, а по полоске как будто больше сняли. Ладно, пока ещё терпимо. Так что у нас значит по заданиям? Найти дневник номер 2, номер 3, номер 1. Найти все три дневника, принести призраку. Призрак дал примерное описание мест, где могут быть рюкзаки с частями дневника монолитовца. Один на вентиляции между зданиями, второй на опоре труб, третий на крыше одного из зданий, которые стоят за большой трубой. Надо их попытаться отыскать. Короче, на ЧС-2 нам надо, да, и артефакты искать, и дневники. Окей, но у нас ещё есть рядом тайник Сыча в лаборатории Х-10. Если дороги зоны опять занесут меня в лаборатории Х-10, то надо поискать нам рюкзачок Сыча. Может, что интересного ты обнаружил? Ну, как раз я рядом, поэтому пойдём. Ты кому? Конченый. Я в лаборатории Х-10, ну и тайник находится практически в самом конце. Вот в последней комнате перед входом в комнату, где мы отключаем выжигатель мозгов. Вот здесь. Вот он рюкзак. Смотрим, что у нас тут. Четыре антирада. Младший брат гиганта. Две научные аптечки. Гаусс-кассеты. Вот за это респект огромный. Ну и записка Сыча, адресованная призраку. Принести записку Сыча призраку. Ёпта. Опять туда-сюда. Ну давайте мы придержим эту записку и пойдём сразу на ЧС-2. Я думаю, так будет правильнее. Тем более у нас тут есть кое-какой переходик новый. Ну-ка, ну-ка. Не зря же мы задание в прошлой серии выполняли. Это сразу в саркофаг. Так, подожди. А как на ЧС-2 попасть? Там есть переход обычный, наземный? Есть. Ну я просто сразу выйду из саркофага и пойду к этому переходу. И в общем-то увидимся уже на ЧС-2. Будем искать там то, что нам нужно. Я на ЧС-2. Как видите, сейчас ночь. И сделаю это специально, чтобы золотые ломти проще было искать. Так, я вижу, там какие-то свечения всякие. Ну и давайте начнём потихонечку искать дневники. А там мы по пути поищем еще золотые ломти. Один из дневников находится... Сука. Ёпта. Ёпта-мопта. Это нормально вообще? Ребят, у вас все дома? Всё в порядке? А... Я не могу понять, что у меня с выносливостью? Я вообще не понял. У меня выносливость просто моментально... Ну не то, что моментально, но она заканчивается. Чё за шок-контент? Артефакты все на месте. Всё норм. В чём прикол? Ну когда я бегаю, нет. А, ну вот от прыжков. Охуеть, я броню свою сломал. Но я тестил. Сейчас вроде не заканчивалось. Или это химеры мне выносливость выжигают? Чё-то я не понял прикола. Ладно, в любом случае, нам эти химеры абсолютно не интересны. Мы просто убегаем от них как можно дальше. Я надеюсь, они отстанут. Но похоже, что... Да-да, чипят химер. Охеренно, просто охеренно, я не знаю. Ладно, побежим от них в другую сторону. Так, главное в эти корни не встрять. Да, они мне выносливость выжигают, походу. Я просто в телепорт забегу и всё, в таком случае. Не хотел я, конечно, туда забегать, но чё поделать. О-хо-хо-хо. Тут ситуация не лучше, я вам так скажу. Тут меня трясёт. А, ну всё нормально. Это там где-то контролёр. Короче, по телепортикам погуляем. Я думаю, нормально будет. Телепортики вынесут меня куда надо. Тем более, то, что монолитеса здесь почти не осталось. Только я это сказал, и по мне сиранули. Ребятки, ну не душите, а. Все же мы люди. Ёпта. Я понял. Химера вообще по барабану. Но это неадекватно. Почему так? Почему для них нет никаких препятствий? Почему они меня, блин, всю локацию преследуют? Неужели они и так до конца будут? Да просто я вообще не хочу с ними сражаться. У меня нет нормальной протекты, нормального дробовика. Поэтому я тут так. Мимолётом. Отратить на них винторез. Тоже не хочется. Но гаусс-пушку можно, конечно. Но, блин. Лучше я бы от них убежал. Вообще нет желания с ними сражаться. Интересно, они за мной всё ещё? Пока не вижу. Ну-ка. Не, они там вроде гуляют. Да. Но они сейчас вот сюда, наверное, без труда заберутся. Я почти уверен в этом. Кстати, мы сейчас на это здание и полезем. А, ну хотя как. Тут телепорт. И меня наверх и занесёт. А, меня сюда и занесло. Всё чётко. Так, где-то здесь. Нужно искать. Вентиляции между зданиями. Напорит труп на крыше одного из зданий. Подожди. Нет, это не здесь на крыше. Но мне вот где-то в этом углу нужно искать. Как будто бы. А, ну это трубы подо мной? А чёрт их знает. Вроде. Ну вот трубы. А, вот и тайник, да. Хорошо. Смотрим, что у нас тут. Книга из саркофага номер 3. То есть я с конца начал. 300 патронов 5.56. Антирады. Булыжники и научная аптечка. Клёво. Жалко мне этот 5.56 калибр некуда приткнуть, заткнуть, воткнуть. Не знаю, как ещё сказать. Кстати, да. В комментариях писали то, что у Гроза, оказывается, после 5.62 калибра была. Я даже не заметил этого. Но, в принципе, ладно. Всё равно к ней давался какой-никакой запас. И мне его, в принципе, хватило, чтобы временно побегать. А это самое главное, я думаю. Надо попить и пойдём искать следующий дневник. За следующим тайником, конечно, идти просто пипец. Запрыгиваем вот здесь на трубы. Идём по этому зданию. Так. Потом. Потом шо? Я не помню, я забыл. А, вот. На вот эту трубу нам надо. Я вспомнил, кстати, да, как я в прошлом прохождении тоже тут лазил. Одновременно было и прикольно, и странно. Так, ну, тут нам вроде слазить ещё рано. Пока идём потихонечку по этим трубам. Сейчас мы дойдём до места, где нам нужно будет перелазить уже на другие трубы. И по ним тоже там солидно шпёхать ещё дальше. Так, вот это самое место. И, по-моему, тут нам налево. Ну, всё, бежим по трубам. Где-то тайник будет. Главное, что меня тут сейчас контролёр случайно какой-нибудь не убил. Так. Не здесь. Идём дальше. И не здесь. Идём дальше. Я не помню точно, где нужно останавливаться. Может, я уже пропустил тайник. Но побегаем, побегаем. О, вот оно, наконец-то. Смотрим. Книга из саркофага номер 2. Патроны 939. Вот за это уже реально спасибо. Антирад. Младший брат гиганта. Три научные аптечки. Окей. Ну и последний дневничок. Вот перед этим телепортом. Где-то тут надо искать. На крайне, типа, вот такой. Ну-ка, это оно? Да, вот оно. Книга из саркофага номер 1. Четыре антирада. Золотая рыбка, что приятно. Ночная звезда. Душа. Блин, самый жирный тайник. Если у тебя две научные аптечки. И опять 30 гаусс-патронов. Просто кайф. Конечно же, мы все это забираем. И задание у нас обновилось. Перенести три дневника призраку. Теперь осталось найти два золотых... Чё-то там. Золотых ломтя, да. И мы придем и сдадим призраку сразу три задания. Ну, я думаю, это вообще достойно увлажнения. Блин, красиво, да? Просто пипец эти эффекты. Это жесть. Сейчас будем высматривать. Они должны быть где-то рядом с этими как раз-таки кругляшками. Ну, я их так называю. Подожди, а что нам еще надо было? Какой-то тайник же здесь, не? На ЧС-1 железный контейнер и упор на боги. В одном из них какого-то тайничок ты найди. Надо бы найти, на самом деле, пока мы здесь. Но это на обратном пути к призраку. Пока что у нас цель это ломти. Ну-ка, давайте залезем на них. Может, отсюда увижу что-нибудь. Пока кроме аномалий нифига не вижу. Вот сюда запрыгнем. Отсюда в теории попроще будет. Чё-то я тут бегаю, смотрю. Пока как-то максимально сомнительно. Конечно, вряд ли у этих артефактов одно и то же место спавна. Они просто, скорее всего, как-то спавнятся и все. Как обычные артефакты. О, что-то я вижу, подожди. А там? Там, не знаю. Ну вот какой-то артефакт. Блин, такое слабенькое свечение у артефактов нынче. Это пипец. Так я иду. Это золотой ломать. Да, пипец он маленький, еле заметный. Даже ночью. Офигеть. Не знаю, кстати, почему артефакты сделали именно такими. Но то, что они крохотные, это, наверное, прикольно. А то, что они вообще нифига не светятся, это не очень прикольно. Там БТР с горящими фарами. Интересно. Ну, вроде как они оба должны быть. Как раз-таки под вот этими кругляшками. Ну, в этом районе. Если я нашел здесь один, значит найду и второй. Главное посмотреть. Так, я что-то видел, подожди. Какое-то свечение опять. Еле видное. По-моему, это оно, да. Ну-ка. О, так тут сразу два артефакта. Тут и душа, и золотой ломать. Выжить бы мне. А, а, нет, нет. О, собака. Живи, живи. Фух, нормально. Я даже возьму и армейскую аптечку вмажу. Бам. Все. Все задания мы выполнили. Можно возвращаться к призраку. Но, наверное, я еще по пути загляну на ЧС-1 и посмотрю, что там за тайник. Короче, вот он тайник. Как раз-таки уже практически тут где-то БТР, блин, еще стоит на выходе. Заспавнился у меня вот здесь, в этом контейнере. Смотрим. Две мины. Эмбрион контролера. Погремушка. Прикольный, кстати. Хороший артефакт. Рубиновая пружина и рука контролера. Все, берем. И записочка какая-то. Что там? Найти тайник в лаборатории. Их 16 теперь. Окей, это чуть попозже. Сначала я хочу изучить рубиновую пружину, потому что это что-то новое. А то у нас обычно здесь батарейки чисто. Ой-ой, радиация копится. Так, а еще я хочу на золотые ломти посмотреть. Вот такие характеристики. Здоровье плюс 60, радиация минус 22. Удар минус 10, разрыв минус 10, радиация плюс 5, телепатия плюс 20, химожок плюс 10. В целом пойдет. Так, ну-ка, пружина меня больше интересует. Радиация плюс 10, удар плюс 16, взрыв плюс 6, пулестойкость плюс 8. Вот это мне нравится. Вместо, наверное, маминых бус пойдет. Хотя у нас еще, конечно, есть бусы про бабки, но это такое себе. И что я еще подобрал? Погремушку. Погремушку тоже можно поставить, на самом деле. Она тоже дает немного пулестойкости, но при этом еще и сытость. Но хотя сытость мне уже повышает другой артефакт. И я вот не знаю, есть ли смысл вообще в этом. Но вот это все точно не хочется снимать. Но, возможно, сопливый дикобраз можно в будущем убрать. Но я не уверен. Короче, вот эту шляпу точно на пояс. И валим отсюда. Братишка, ты не представляешь, сколько заданий я тебе принес. Призрак, это тебе. Стычи до слез растрогал. Да, жалко-то как. Я тебя на твой пода скинул. Прочтешь на досуге. Ай, все, только ради этого. Давай прочтем сразу. Так, сейчас я все вот эти вот зеленые надписи уберу. А то они мне прям раздражают, что у меня что-то не прочитано. Так, журнал. Тут тоже это мы все. Сейчас прокликаем. Так, а что у нас тут? Записка с ЧС1. Пятая страница блокнота и одна запись. Пусть плачет химера над бенгарским огнем. Путь к тайнику откроют, а не только вдвоем. Че несет сумасшедший? Записка с ЧА, адресованная призраку. Ёпта, ну давай. Не знаю, смогу ли я произнести это. Писать легче. Хотя, писанину мою ты, скорее всего, увидишь, когда я уйду. Мертвые срамы не имут. Ты должен знать все. Это последняя выплата по моим долгам. Тот бой в мертвой лесу, это не то, что ты думаешь. Мы ждали тебя. Дорогое убийство. Кому ты перешел дорогу, призрак? Я догадываюсь, кому. Людям из последнего дня. Видно, здорово ты им насолил. Снаряжение и легенду подогнал заказчик. Наушники возвращаются с задания. Двое ранены в временной лагере. Экологи просят помощи. Тут даже я захотел бы помочь. Но у меня была своя роль. С 50 метров попасть в подсвеченную цель. Не поверишь, спас тебя контролер. А ты своего спасителя раскатал. Такая вот ирония. Своих псов он вывел на меня и бросил. А сам захватил парней у костра. Эта швейцарская дура была хороша для дистанции. А от стаи псов только отмахиваться, как веслом. Порвали меня, пока гонял. К костру подобрался. Кровь хлещет. Кореша мои уже хоровод начинают водить. Положил их. А потом белая мгла накатила. Достал меня контролер. Ты ведь мог меня первым, а его после. Но не стал, хоть я тебя и тогда ранил. Контролер тот меня тоже удружил. Уронил мордой в костер. Теперь никто не узнает. Я в ту ночь, как заново родился. После белой мглы, все по-другому, поверь. Смотрел, как ты парней мои хоронишь. Хабара не взяв, все думал. А я смог бы так. И пока ты меня к доктору тащил, всю жизнь свою перебрал. Мало там хорошего. Одна чешуя. Ради чего жил. Ни семьи, ни друзей. Контракт за контрактом. За все то время, что у доктора отлеживались, ты со мной и часу не поговорил. Догадывался, нет? Я все спяще прикидывался. Не было сил в глаза смотреть. Хорошо, что ты ушел раньше. А когда я совсем на ноги встал, доктор мне одну вещь сказал. Тебе, Сыч, зона жизнь подарила. А до чего, это уже ты сам решай. Я тогда смерти искал, да только смерть моя стороной ходила. Как брезговала. На арене неделю провел. В бестиарии. А вот людей стрелять, рука не поднималась. Молодняк ко мне потянулся. Паленый, дескать. Вторую пару глаз на затылке отрастил. С ним не пропадешь. Группу новичков водил. Учил уму, разуму. Знал, что пока долги не верну, не отпустит меня зона. А когда ребята поднялись, кто в долг, кто к кроту ушел, остался я один. Стал заказчика твоего искать, чтобы авансы и неустойку вернуть. Нашел таки. Пусть земля ему будет пухом. Вот с того дня, страх ко мне и вернулся. Скоро идем в рейд. Получил от Архары предложение. Может там увидимся. Трясет всего. Зато снова живым себя чувствую. Надолго ли? Что ж, брат, осталось самое трудное. Найти тебя и рассказать все. Да, история действительно трогательная. Тут спору нет. Так, ладно. Нашел я золотые ломти. В самом деле интересный артефакт. Только доставать их было трудно. Они в мощном аномальном поле находились. Держи. Молодец, брат. Да и я время не зря терял. Информация с ПДА монолитовца подтвердилась. Сбрасываю тебе на ПДА отметки входа с ЧС-2 в саркофаг и прохода из саркофага на ЧС-2. Он находится в зале с монолитом. Поискать немного придется. Ну что ж, удачи, друг, еще встретимся. Ну что, призрак, было на ЧС-2? Вот, держи все три дневника, как и обещал. Дай-ка гляну. Ага, интересное чтиво. Ну что, стрелок? Дело нужное сделал. Думаю, тут много полезного для нас найдется. И что, и все? А что дальше? Хм, тишина дальше. Может поспать надо? Давайте поспим все равно. Сейчас 4.30. Нас такое время не устраивает. До часу дня поспим. Так, ну ничего нового не появилось. Ладно, может мне отойти нужно. А может еще что-то? Черт его знает. Так, в любом случае, артефакт у меня имеется какой-нибудь. Остался лунный свет. Но я его использую. В падлу мне бежать. Что-то я часто прям телепорт использую, да? В прошлом прохождении я его редко использовал. Да потому что я его довольно... Хотя нет, там я тоже его довольно рано заполучил. Или наоборот, я его поздно заполучил. Я вот не помню, почему я почти не пользовался, но... Что там? А, это не мне. Ладно. Но суть в том, что я им сейчас намного чаще пользуюсь. Короче, я хочу в лабу их 16 искать тайник. Давай, наверное, вот сюда сразу. Так, что там написано было? В том зале обитает контролер. А, подожди. Там, короче, то, что я в журнале прочитал, это не наводка на тайник. Там прохимеры что-то еще подумают. Что за фигня? Так, тут написано. Подсказка, ищи в лаборатории их 16. В том зале обитает контролер. Когда туда зайдешь, на место с тайной упадет твой взор. Я понял. В комнате с контролером. Но это серьезно сужает круг поисков. Потому что, опять же, тайники Харона. Они имеют там по 3-4 варианта спавна. Я посмотрел, какие есть в лаборатории их 16. Ну, чтобы много времени не терять. И два из них прямо вот в комнате контролера. Поэтому... А, мне фартануло. Не бей меня, мужик. И прям по описанию я догадываюсь, что это за место. Вот это вот место. Вот здесь вот, типа, да? Нет. А, да. Записка Монолита. На месте надо бы осмотреться и не спеша ко всему присмотреться. Найти ее просто. Она там одна. Стоит одиноко, на крыше она. Окей, что еще? Патроны. Две капсулы для аномалии жарка. Слезы химеры. Батарейка. О, это найс. Кстати, телепорт смогу намутить. Найти тайник в красном лесу. С ума сошел? Как мне в красный лес... Лес. Лесь. Да, красный лесь. В красный лес попасть у меня нет перехода. Говорили, что путь в Лиманск мне откроется после того, как я открою красный лес. А красный лес откроется после того, как я что-то там с призраком помучу. Какие-то задания. Но я вот что-то помутил и как-то... Все. Все встало в тупик некоторый. Ну-ка, я сейчас даже зайду на ютубчик и найду этот комментарий. Так. Про мертвый город. В мертвый город ты попадешь после генераторов. А на генераторы после красного леса. В красный лес только после НЗ. А НЗ откроется либо после того, как ты найдешь призрака, либо после его квестов на болотах. Захар, поговори с тобой после того, как с Ичем поговоришь. А-а-а, мне с Захаром, значит, нужно говорить. Погнали. Не, ну я чисто гений. Реплику не успел договорить, я уже запись вырубил. Ладно, здраво, Захар. Помощь нужна твоя по тропке. Что именно? Мне нужно в Лиманск. В Лиманск? Ну что ж, могу помочь, но и ты нам помоги. Что опять? Чего хочешь? Мы через одного человечка периодически выполняли заказы с большой земли. Ну так вот, не так давно приняли большой заказ на арты. А человек, через которого должна была состояться сделка, пропал. У него какие-то проблемы с Мстителями, ты их знаешь, с ними лучше не шутить. Вероятно, он скорее всего в бегах, нужно найти его. Есть оцепки. Знаешь, на болотах есть небольшая база Мстителей. Ну так вот, у них есть некая каста неприкасаемых. Братство Десяти называется. Это братство и есть руководство Мстителей. Один из главарей сейчас как раз находится на их базе на болотах. Зовут его брат Луис. Возьми его живьем, уж он-то наверняка знает, где наш человек. Кстати, посредника кличут француз. Ладно, попробую найти брата Луиса на болотах. Ок, погнали. Это опять на этот хутор, блин, идти? Так мы же только недавно тут всех развалили. Чё опять? Опять какой-то олух стоит. Так, перезарядочка требуется. Ну ладно, мне нетрудно вас всех снова поубивать. Тем более, что вы бомжи в плащах. Так, кто-то друг. Дима Спорщик. О, брат Луис остался как раз таки. Всё, мы его не убиваем. Наших пацанов тут немножечко потрепало, я смотрю. Надо бы подразрядить. Всё это дело... А, куда бежишь? Ля какой. Он залутал только что ствол. И просто бежит теперь. Я не знаю, ну тут на самом деле любой мем можно придумать. Окей, как хочешь. Так, где, собственно, братанчик? Братик. Брат, братан, братишка. А, он спит вообще. Фол, он храпит. Буквально. Чё, здорово? Кругом одно дерьмо. Идиот. Тут сыглы на все 100%. Приветствую. Кто ты? Бля, ты что, всю охрану положил? Пришлось. Уж больно пообщаться захотелось с тобой. Уж не за карте я послал. Он дождётся своего. Тебе нужен француз. Было бы неплохо. Поздно. Мы нашли его раньше. Но ты можешь попробовать успеть. Ищи его на базе свободы. Ну что ж, приятно побеседовали. Надеюсь, не в последний раз. Напарит. Ты меня напарит. Ну, дальше спать идёт. Ну ладно, я не буду его убивать. Найти француза на базе свободы на армейских складах. Это неплохо, потому что у нас есть телепорт на склады. Я не знаю, сколько раз за прохождение я... Он застрелил себя, я понял. Сколько раз за прохождение я вам сказал о том, что у нас есть телепорт бесплатный на склады. Кто считал? А нафиг ты себя застрелил, дубина? Я тебя не собирался убивать. От нас ушёл Юрик Шалов из-за того, что у нас не хватает денег на оплату разведчикам. Что-то у нас там база, походу, обнищала. А в чём дело? Почему она обнищала? Что-то я не понял прикола. Она там миллионы-миллионы гребла. А тут бам. И что-то у них там уже всё плохо. Ладно, меня это не очень касается. Я на базе свободы. Тут действительно есть какой-то француз. Блин, по крайней мере, только что отмечался. А, и тут есть мстители. Не понял. И ещё я слышал... Тут труп. А где? Подожди. Ещё я слышал звук выстрела снайперской винтовки. А это так задумано? ПДА француза. ПДА посредника. Обычный личный ПДА, который есть у многих сталкеров. Вернуться к Захару. Походу, да, так задумано. Что они его убьют? Ну, сейчас по диалогу с Захаром поймём, задумано или нет. Но выстрел, чтобы вы поняли, был такой громкий прям. То есть, это не мститель выстрелил? Если бы мститель выстрелил, я бы не услышал так чётко. Я бы услышал это где-то далеко в стороне. А вот именно, ну, мне в уши просто звук выстрела запихнули и всё. Как будто скриптовый. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я толкую. Надеюсь. Так, а где ещё мстители? Ну, и свободы вообще никак не противостоят. Хотя мстители вроде враги всем, наверное. Ладно, к Захару. Так, к Захару. Идём к Захару. Здорово. Привет, Захар. Был я на базе мстителей? Ну, и какие успехи? Нашёл француза. Опоздал я малёк. Захар, нету француза, убили его. Вот его ПДА, возьми. Возможно, он тебе поможет. Чёрт, жалко мужика. Дельный был. Ладно, уговор есть уговор. Про путь в Лиманск. Прямого пути нет. Мои охотники нашли тропку с радара в Красный Лес. А уж оттуда можно пробраться в этот город. Не знаю, что за дела у тебя-то, но на всякий случай, имея в виду, в Лиманске сейчас находится группа свободотцев. Пообщайся с ними. Вдруг какая помощь потребуется? Ну и всё. Теперь наш путь, я так понимаю, лежит в Красный Лес. Но на этом я буду заканчивать. На стриме приходите. Ну, блин, скорее всего, я буду прям сегодня стримить. А может и завтра. Не знаю, короче, когда. По-хорошему, сегодня надо. Но если я буду стримить сегодня, то, блин, вы, скорее всего, стрим увидите до этого ролика. И как бы, ну и нахер я вообще в этом ролике кого-то приглашаю на стрим, да? Странная темка. Ну, короче, скорее всего, к следующей серии я нафармлю 8 копыт кабанов, чтобы просто уже сдать эти задания. Ну и недостающие части тел по заданию принести от каждой твари по части. По остальным заданиям у нас это либо семейный очаг, который мы пока не трогаем, либо Восточная Припять. Вот. Ну, либо вот журналы Playboy, но оно, опять же, тоже выполнится не скоро. Поэтому нам в основном только и придётся идти по сюжету, чтобы какие-то локации, каких-то персонажей, какие-то территории открывать. Ну, а пока всем спасибо за просмотр. Решил эту серию сделать подлиннее. Надеюсь, вы оцените это люкантропом. Каждый юбилей, на самом деле, челы просят серию подлиннее, но жирно, скажу я вам. Ну, не жирно, ну как? Ну, короче, я бы не сказал то, что это прям какой-то суперповод делать серии подлиннее. Как-то, как сказать? При желании я могу вообще 30 серий по там 2 часа сделать, всё, будет прохождение столянки на 30 серий. Но хочется всё-таки, чтобы порции были одинаковые, плюс-минус, и прохождение, соответственно, не было слишком длинным, или наоборот, слишком коротким. А вот, а было таким, каким оно получится, каким длинным является мод. Вот. Ну, а тут просто 50 серия, такая довольно жёсткая цифра, и поэтому я решил сделать, потому что не каждое прохождение, далеко не каждый доходит до цифры 50. Да даже до 40, на самом деле. Вот до 30 доходит иногда, а вот до 40 нет. Ну, и, походу, у нас есть все шансы на то, что это прохождение будет самым длинным на канале, новое, потому что рекорд у нас по прохождениям по частям это 60. Это как раз-таки Народная Солянка 2016 ОГСР. А тут у нас, блин, уже 50 серия, и концом ещё не пахнет. Я... мне ещё там по основному сюжету идти и идти. И если даже не брать во внимание, это у нас ещё есть семейный очаг, который тоже не ясно, сколько продлится. Ну, и просто некоторые новые задания. Так что, ребят, по-любому будет больше, чем 60. Но вот мне интересно, на самом деле, на сколько больше? Всего на несколько серий? Или прям там, ну, на десяток, а то и больше? ХЗ. Посмотрим. Всё, всем ещё раз спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии Народной Солянки. Вступайте в группу, заходите в телегусте в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлой серии, обязательно посмотрите их. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok